В редких случаях раковая клетка становится чуть более резистентной по отношению к иммунной системе, потом иммунная система к ней адаптируется, и это так называемая стадия равенства. В этом случае, да, как бы иммунная система проверяет, контролирует раковую клетку, но пока раковая клетка к болезни, к чему-то подгенечному не приводит. И только тогда, когда раковая клетка становится полностью резистентной по отношению к иммунной системе, этот рак проявляется, и этот рак мы видим. И это нам дает понимание того, что происходит. Когда мы видим, впервые встречаемся с раковым пациентом, иммунная система, это значит, уже проиграла бой, что называется. Пока еще не проиграла войну, но проиграла бой. Если раковый пациент заболеет, не знаю, гриппом и чем-то еще, то иммунная система будет продолжать убивать вот эти вот, бороться с этими болезнями. Другой вопрос, насколько умна иммунная система, насколько она специфична. И вот дело в том, что многие патогены, они находят способ избежать, находят способ уйти от иммунной системы. И это приводит к супрессивной микросреде. Чистая иммунная стимуляция, то, что мы делали уже 100 лет, теперь мы понимаем, почему она не работает. Потому что не она является собой проблемой. Для того, чтобы управляться нашей иммунной системой, мы должны нейтрализовать механизмы утекания, избегания опухоли. Мы должны вызвать ответ для того, чтобы перепрограммировать иммунную систему, для того, чтобы иммунная система распознавала и убивала раковые клетки. Опять же, если мы возвращаемся назад к этой картинке, цель наша – это вернуться от этапа ускользания к этапу устранения. Так вот, какова база? В чем база иммуногенности рака? Зависит от того, как иммунная система распознает и отвечает на патогены. У патогенов разная ДНК, у раковых клеток тоже есть ДНК. Соответственно, каким образом их все-таки иммунная система распознает? Но 20 лет назад было предложено уже, что различные мутации патогена, которые накапливаются, являются частью этого рака. Они могут менять ДНК, и таким образом они могут менять антигенность раковых клеток. Вы знаете, каждый рак, он уникальный, каждая опухоль уникальна. Но тогда это было невозможно испытать, потому что технологии были еще не на том уровне. Но что важно? Важно стало то, что мутации, которые ведут к эпитопам, они ведут к распознаванию иммунной системы раковых клеток. 20 лет спустя геномная технология реально позволяет нам сейчас видеть совершенно новые вещи. Мы совершили квантовый прорыв, мы имеем возможность секвенировать ДНК, и мы можем испытывать эти мутации патогенов. Мы можем видеть, какова мутационная нагрузка, и мы действительно можем категоризировать опухоли в зависимости от количества мутаций. Опять же, если мы посмотрим на высокое количество мутаций, то есть на те опухоли, которые имеют большее количество мутаций, это меланома, это рак ЖКТ и так далее. То есть все это начинает потихоньку складываться в единую картинку. Это реально те типы опухолей, которые мы видим на наших радарах, что называется. Так вот, эта высокая мутационная нагрузка, она увеличивает количество шансов того, что определенные мутации попадут в чекпоинт. То есть это концепция лотереи. То есть чем больше мутаций, тем больше шанс выигрыша, что называется, больше шанс получить джекпот. Только вот в этом случае джекпот – это иммунологическая релевантность, иммунологическая важность. То есть это достаточно упрощенно, но общая концепция, мне кажется, складывается в картинку, которая приводит к большему пониманию. И опять же, если мы используем все эти геномные технологии, то мы теперь можем знать, что Фастафа 20 лет назад был действительно прав, что действительно все эти, практически все эти неоэпитопы, они исходят из неонкогенных генов. Теперь, когда мы понимаем, что реально происходит, давайте попытаемся понять, что делает иммунная система. Прежде всего, она собирает антигены, иммунологическую информацию. Так вот, эта информация доводится до лимфоузлов, и на лимфоузлах мы должны выбрать только правильные, только те вещи, которые будут работать. Это называется презентация антигенов. Мы должны определить правильные клетки, идентифицировать их, которые должны расшириться, которые должны активироваться и так далее. И только эти эффективные клетки, они уходят из узла, они ищут опухоль, пытаются ее идентифицировать и уничтожить, соответственно. И вот каждый из этих процессов, опять же, если мы имели возможность улучшить каждый из этих процессов, то мы бы смогли управлять иммунной системой, и, соответственно, наша система была бы более проактивна при обращении с раком. Так вот, Т-клетки. Т-клетки оснащены уникальным комплексом, который называется рецепторный комплекс Т-клеток. Это очень сложная система, как вы видите, это очень сложная система молекул. И, с одной стороны, она может определять нам цели. И, с другой стороны, с другого конца она передает агрегированные сигналы. Противоположность антителам, которые определяют все протеины, все белки, вот эти клетки, Т-клетки, они не определяют сам белок, сам антиген. Они определяют только небольшие кусочки его, которые, ну, пептиды, по большому счету. И эти пептиды должны быть представлены в молекуле MHC совместимости. И вот это взаимодействие называется тримолекулярное взаимодействие. TCR будет работать только в том случае, если вот правильный пептид представлен в правильном MHC. Если чего-то не хватает, то, естественно, система не складывается, картинка не складывается. И теперь вы начинаете понимать, каково вообще значение иммуногенной мутации. Если вот это у нас пептид, да, и мы называем его такой концепт double key unlock, то есть это двойной ключ-замок. Если у нас есть такое взаимодействие пептида с MHC, у нас, соответственно, будет лучшее представление молекулы. Если есть взаимодействие с TCR, то TCR, соответственно, будет работать лучше. Теперь вы понимаете, в чем значимость вообще иммуногенной мутации. Давайте теперь перейдем к вот этим процессам непосредственно и рассмотрим их по отдельности. Начнем, пожалуй, с области презентации, проявления антигенов. Как я уже сказал, дендритные клетки, вот эти антигены, антиген-презентент-целлз, вот эти клетки APC, они формируют такие пептиды, которые вводятся до лимфовых узлов, и они должны определить себе правильные T-клетки, да, они должны найти правильные T-клетки. Как они это делают? Только те, которые обладают правильным TCR, ну, не знаете, как машину, когда вы заводите, когда вы машину заводите, когда вы ее разгоняете, это не значит, что, в общем-то, машина поедет. Сразу после того, как ее завели, она не поедет, нужна и педаль газа. Так вот, это и есть такое вот взаимодействие протеинов, которое и приводит к работе данной системы. Вы видите, как она, вы видите. Если такой стимуляции не происходит, костимуляция, то этот процесс называется энергия. То есть в данном случае кто-то пытается украсть машину, что называется, да, заводит ключиком ее, но иммобилайзер срабатывает и не едет. Естественно, никто не хочет ездить в машине без тормозов. Поэтому как только T-клетка у нас определена, идентифицирована, как только она начинает работать, вот тогда срабатывают тормоза. То есть коингибиторы, то есть PD-1, например, PD-1 и так далее, или CTLA-4, вот они начинают тормозить вот эту систему. Свойства, цель вообще этих молекул заключается в том, чтобы модулировать T-клетки, T-циклоны, которые обладают потенциалом автоиммунитета. Вот для этого они там и существуют, для этого они там присутствуют. Вот это солдаты, что называется, солдаты нашей иммунной системы, T-клетки. Как только их активируют, они начинают искать раковые клетки, после чего они их уничтожают. Все эти молекулы, да, ингибирующие молекулы, активирующие молекулы, мы их вместе называем чекпоинты. Вот они, ингибиторы, вот они, активаторы, и все они могут модулироваться, все их можно модулировать. Теперь, что касается стратегии. Мы можем ориентироваться на увеличение, фокусироваться на обучение иммунной системы в лимфомузле. В чем идея здесь заключается? Может быть, нам чего-то не хватает, каких-то антионобласт-клонов, потому что их ингибируют вот эти вот ингибиторы молекулы. Если у нас есть возможность транзиентно взять, скажем, убрать ногу с тормозов, тогда мы можем раскрыть новые клоны с антионобластными способностями. Так вот, потенциальная опасность заключается в том, что мы также можем высвободить и аутоиммунные клоны. То есть здесь идея заключается в том, что путем нацеливания на улучшая, вернее, антигенную презентацию, мы можем расширять способности Т-клеток. Вторая стратегия – это непосредственно ориентироваться на саму опухоль и ориентироваться на механизмы ускользания опухоли. То есть это экспрессия PD-1, PD-1 для того, чтобы активно… то есть то, что подавляет активную иммунную систему. Так вот, если у нас возникает способность, возможность убрать эти два механизма ускользания, то, естественно, система будет работать гораздо более эффективно. Так, теперь говоря о CTLA-4. CTLA-4 оперирует в лимфовых узах. И они начинают, как только активируются Т-клетки, они выпускают ингибирующие сигналы. И мы должны знать, что CTLA-4 – это наши друзья. CTLA-4 – это очень важная вещь, потому что они обладают эффектом нокаут. То есть они умирают через несколько недель от автоиммунности, поэтому очень хорошо, что у нас есть CTLA-4. Но для того, чтобы лечить рак, нам нужно транзиентно блокировать деятельность этих молекул. Как вы видите, вот, например, это представлено здесь. И концепция заключается в следующем. Блокируя вот эти ингибиторы, эти молекулы внутри лимфоузла, мы можем расширить способности лимфосистемы, иммунной системы. Вернее, и это было продемонстрировано, было продемонстрировано, что это действительно так и происходит. Например, 40 меланомных пациентов, они лечили CTLA-4, и в 50% случаев новые антиопластные клоны были определены после терапии, были найдены после терапии. В этом и заключается эта идея. То есть реальная проблема, вернее, у нашей иммунной системы есть противораковый потенциал. Я не буду показывать вам клинические данные, потому что это будет уже показано следующими нашими выступающими. Но наша иммунная система может обладать длительными антипротивораковыми эффектами. Вот видите, по меланоме мы видим вот такие вот показатели. Но в чем, так сказать, проблема? Дело в том, что мы раскрываем клетки с атоиммунным потенциалом, и CTLA-4 может вызывать, может приводить, может служить триггером многих аутоиммунных эффектов. И мы знаем это и из предыдущих опытов. Вот, например, здесь мы видим, что вот это вот все болезни аутоиммунного спектра. CTLA-4 блокада – это не новая терапия. 25% до 7% пациентов показывают у себя дополнительную токсичность. И теперь переходим к PD-1. Это PD-1, набор PD-1. Есть два элеганда, PD-1, PD-L2. И как только они соединены, это ингибирует вот этот сигнал, который уходит на ТЦЛ-рецептор, на рецепторы Т-клеток. И если мы посмотрим на мышечные модели, то нокаут PD-1 не приводит к летальным аутоиммунным, как к заболеваниям, как к CTLA-4 к аутоиммунным, развитию аутоиммунным. PD-1 меньше работает в лимфоузлах и больше работает именно на периферии, то есть где-то в других частях тела. И может, если PD-1 блокирован, показывает нам профиль безопасности. Так вот, эта Т-клетка инфильтрирует метастаз. Если это вот у нас такое взаимодействие, блокируя PD-1, мы устраняем негативные и отрицательные сигналы, и положительные сигналы, они, соответственно, имеют эффект. Вот, существует два блокирующих антитела PD-1. И я хотел бы показать вам еще раз, используя некоторые из имеющихся у нас в лаборатории оборудования, вот как выглядит вообще, когда вот такой чекпоинт, мы блокировали не PD-1, а другие. Каким образом мы видим, что происходит? Вот, например, у нас меланомные клетки красные, и если мы инкубируем их с Т-клетками того же пациента, смотрите, что происходит сейчас. И то, что вы сейчас увидите, слева это без иммунных блокаторов чекпоинта, справа с иммунными блокаторами чекпоинта. Когда меланомная клетка умирает, она превращается из красной в зеленую. То есть вы видите, что определенная иммунная активность у нас здесь имеется. Если мы просто инкубируем меланомные клетки с Т-клетками, вот ведь тут, например, у нас здесь один кластер, здесь один кластер. Но вот тут, когда мы добавляем вот этот чекпоинт, который мы нашли, но он, в принципе, работает абсолютно таким же образом, мы видим, что само лекарственное средство меланомную клетку не убивает, но оно позволяет лимфоцитам убивать раковую клетку самостоятельно. И мы это видим ин виво на наших пациентах, на клинике. То есть мы все знакомы с этой статьей, наверняка. Я не буду сейчас это обсуждать, да, регрессию самого пухоли. Давайте посмотрим на гистологию. Мы видим, как вот эти, ну, коричневым показываем CTL, вот так вот Т-клетки, они пролиферируют, они развиваются, активируются. Вот почему эти метастазы регрессируют. Вот блокада ПДА, ПД-1 позволяет, и сейчас это стандарт лечения вообще, меланомы, рака легких и так далее. Токсичность ПД-1 на самом деле гораздо меньше, чем CTL-4. Теперь мы понимаем, почему, потому что, ну, тут от 7% до 16%, да, токсичность. То есть практически 10% разницы по сравнению с CTL-4. Ну и теперь к последнему аспекту моего выступления ПДЛ-1, блокада ПДЛ-1. Если мы блокируем ПДЛ-1, ПД-1 у нас, в общем-то, контактирует с ПДЛ-1. Почему не блокирует сам леган, да, по большому счету? Так вот, в 2012 году мы это изучили. И вот клинические, как вы видите, исследования, меланомы, рак легких. Я не буду сейчас опять вдаваться и читать вам клинические данные, но так как мы сейчас говорим именно о блокировании леганда, то профиль токсичности будет еще лучше, чем в случае с блокадой ПД-1. Но тут мы жертвуем эффективностью, по большому счету. Поэтому пока еще данных недостаточно, и нам придется подождать, пока будет какая-то значительная собрана база. Так вот, есть еще много других чекпоинтов, по большому счету, иммунных, которые сейчас идут по пути клинических исследований. И вот, что касается этой части, я, наверное, тут остановлюсь. И я знаю, что следующие наши выступающие будут рассказывать уже новые вещи. Мне кажется, на этом и стоит остановиться. В любом случае, я с удовольствием отвечу на ваши вопросы, пожалуйста. Прекрасная презентация. К сожалению, вопросы мы сейчас не можем позволить себе вам задать, поскольку у нас времени не так много. Если к концу время будет, то, пожалуйста, с удовольствием, конечно же, мы с вами пообщаемся. Дело в том, что всем выступающим выделено очень небольшое время, поэтому если в конце у нас что-то останется, мы с удовольствием дадим вам возможность ответить на вопросы. Ну а иначе придется вам, к сожалению, пообщаться в кулуарах.